Добрый вечер, меня зовут Оксана Пашина, это особое мнение политолога Глеба Павловского. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, про странную смычку коммунистов и Навального. Я имею в виду желание коммунистов инициировать парламентское расследование по материалам ФБК о премьер-министре Медведеве. Тут смычки нет, тут использование просто чужого огня. Да, они таскают каштан-то для себя. Медведев это такой, ну вот его как бы со всех сторон пробуют вилочкой, как кекс на готовность. Вот уже или еще, или еще нет, или еще немножко. Поэтому здесь не действуют какие-то запреты или барьеры, которые действуют в отношении других. Может здесь совершенно спокойно можно присоединяться. Но, разумеется, ни в митинге, ни в шествии коммунисты, конечно, не пойдут, как уже не пошли ЛДПРовцы. Так что здесь нет интриги никакой, кроме одной. Когда срок готовности Дмитрия Анатольевича наступит. То есть коммунисты уже чувствуют какую-то слабину его позиции, если уже решили присоединиться к этому делу. Проверяю, знаете, позиции чувствовали с момента назначения, а сегодня просто вопрос срока. Как уже там по сценарию на этой неделе или на следующей, там смена премьера. И тот, кто случайно угадает, риск никакого. Понимаете, вы это не Игорь Иванович. То есть смена премьера все-таки будет? Она в сценарии. А когда она будет, неизвестно. А кто будет новым премьером? А это не играет никакого значения. Прелесть в том, что у него будет написано «новый». «Новый». Мы же пароль сценария – обновление. Поэтому вот у нас все, кто приходит на смену, они все новые, новички. А дальше будет кто-то, наверное, такой, о ком будут говорить «да, вот, наверное, он преемник». Вот это преемник. Ага, теперь все ясно. То есть вы говорите, что слабые позиции вроде бы как были с самого начала, тем не менее столько времени Медведев продержался. А что сейчас-то произошло? Они были слабы, они укрепились, они усилились. И тут-то как раз настал момент рискованный для Медведева. Потому что он очень удобен. Он один из немногих, на самом деле, кто годится для любого перемещения. Кто примет лояльно и, может быть, даже с видом радости какую-то передвижку. В конце концов, он просто устал. Важно, что перед перемещением Медведева не вызовет никаких потрясений. Но, кроме одного, кадрового, потому что очень много живающих. То есть у Медведева нет никаких сторонников? Он такой одинокая такая фигура и уязвимая. У него сторонники есть, но его сторонники не выйдут маршем на Тверскую в защиту Медведева. А вот про коммунистов и Навального мне еще интересно. Вы говорите, что, ну, это такая случайность, так совпали интересы. А мне кажется, что они заигрывают друг с другом. Сначала Навальный про выборы мэра Маскова и говорит, я поддержал кандидата коммуниста. Теперь коммунисты, Худзюганов и называет Навального, он как Ельцин, только трезвый. А, кстати, это комплимент или это ругательство? Навального это никогда не поймешь. Он же человек с чувством юмора. Человек с чувством юмора, поэтому он и не будет президентом, собственно говоря. Он человек с сильным чувством юмора, должен приглушить его, чтобы стать президентом. Путин, кстати, тоже был сначала сильным чувством юмора, а потом постепенно его приглушал. И дальше невозможно. Навальный резвится. Для него Кремль фактически выстроил сцену под мостки. Не специально для него, но объявив за год фактически президентскую кампанию, утечками и так далее, они создали поле для любого желающего. Но мы с вами тоже можем выйти и призвиться там, так сказать, выдвинуться. Вот я что-то сомневаюсь, что мы с вами можем. Я даже сомневаюсь, что мы с вами можем 26-го выйти на улицу. Нет, 26-го выйти на улицу. У меня много дел на улице. Я не думаю, что будут большие проблемы. Понимаете, это коридоре возможного. Вы, сказано же, вы сами будете нести ответственность, да? Сказал уже серьезный чин. Вы сами будете нести ответственность. Ну что там, будут крутить, вязать Навального? Не думаю. Не думаю. Он уже, как говорится, под делом, брат в тюрьме. Накачивать его дополнительно не буду. А почему так свободно себя чувствует? Да, брат в тюрьме. Мы все говорили, брат заложник. Тем не менее, он развернул такую антикоррупционную кампанию. Он устраивает эти масштабные акции по всей России. Ну как? Человек выбирает, чувствует себя свободно или чувствует себя рабом. Мне кажется, что он ведет себя в этом отношении правильно. Другой вопрос, какая там политика, кому это обращено? Людей, которые хотят сбросить с себя какой-то груз условностей, не так много. Недостаточно, чтобы выбрать его президентом или хотя бы надавить на власть, чтобы его пустили на выборы. Любопытную вещь написал Михаил Ходорковский. Вернее, написала газета из-за дочи сайта, в которой Ходорковский дал интервью. Он сказал, что президент Путин размышляет об уходе со своего поста до 2024 года. Это действительно так? Как вы думаете? Срок-то, в общем-то, большой. Я практически уверен. Срок 2024 имеется в виду просто завершение следующего президентского срока. Я уверен, что он об этом подумывает. Но, вы знаете, здесь, как в анекдоте про слона, съест-то он съест, да кто же ему даст? Окружение не пустит его на отдых. Ему он нужен тут. До бесконечности. Да, ему нужен тут, чтобы по всем вопросам ссылаться на него и делать то, что, собственно говоря, они делают. Ну, смотрите, как бы без Владимира Владимировича могли бы принять закон Думы. Даже сверхреакционная дума не приняла бы закон о освобождении от налогов нескольких десятков человек, ни один из которых не зарабатывает меньше нескольких миллионов. То есть, это, конечно, можно делать только именем Путина. Вот поэтому его и не отпустят. А он-то, наверное, скорее даже хочет, я думаю. Он хочет. Понимаете, теперь отдельно существует Путин, существует живущая сама по себе. Это вот властная система у нее, а он к ней, так сказать, там как-то привязан, приглажден. Да, он более чем заложник. Он, как он тешится? Я думаю, раньше у него был спорт в качестве, так сказать, вот как у призывника. Да, есть час личного времени на письмо домой и под воротничок. Вот у него спорт был. А сейчас появилась внешняя политика. Он там как-то душой отдыхает. Вот там, ну, какие-то, ну, и там интересно, там, немцы, Трамп, француженки. Правда, француженки очень дорогие. Мы обязательно поговорим, но чуть позже мы вернемся в эту студию через несколько минут. Это особое мнение политолога Глеба Павловского. Прежде чем мы поговорим о француженках и других прочих, мне все-таки интересно было бы, как вы считаете, насколько это этично, я имею в виду, акцию «Воскресенье», призывать людей выходить на акцию, если она не санкционирована, если власти предупреждают, что мы несем никакой ответственности за последствия, если уже высказался замглава МВД, прокуратура, пресс-секретарь президента, а Навальный говорит, не слушайте всяких других юристов, слушайте меня. Ну, во-первых, у Навального очень четкая юридическая позиция. Мы понимаем, что в наших условиях этого мало, но действительно его ссылка на правовую сторону вопроса, в общем, в данном случае безукоризненна. Но главное, это, конечно, призыв людей не бояться. И действительно, отчего, собственно говоря, особенно бояться, что тут пойдут стрелки, кавказские стрелки, значит, расстреливать демонстрантов. Ну, послушайте, потому что, чтобы сломать жизнь, человеку не нужны стрелки. Болотная была санкционирована. Мы знаем, что стало с людьми, которые вышли на санкционированный акцию. Ну, вы знаете, люди пострадавшие, не знаю, одни жалеют, другие не жалеют, как известно, они высказываются. Но многие из тех, кто пошли, не жалеют. Я не жалею. Конечно, надо взвешивать всегда, и человек не должен быть нигилистом. Я думаю, те, кто пойдут на призыв Навального, те решили, что должны быть на улице в этот день. То есть они в случае чего готовы сидеть в фронте и жаловаться в Европейский суд по правам человека? Видимо, до какой-то степени. Вы знаете, человек не должен рассчитывать всю свою жизнь до конца, иначе он сойдет с ума. Он не знает, что будет завтра. Ни Навальный, ни Путин не знали, что с ними будет 10 лет назад. Вот еще вопрос. Кому повезло, а кому нет. То есть Навальный рискует сам и имеет моральное право призывать рисковать. Да, он не мог бы, у него была известная ошибка, да, некрасивая. Он даже один раз косвенно извинялся в этом публично, когда он призвал людей пойти на русский марш, а сам туда не пошел. Вот, это так делать нельзя. Но это уж совсем не хорошо. А тут все чисто, по-моему. Ну, я не вижу просто момента, когда действительно значимое число людей выйдет на улицу. С другой стороны, а как узнать? Ну, да. Поэтому я думаю, что он прав. Раз его не пускают на выбор нормально, где, может быть, он бы просто уже в первом круге оказался бы неудачником, неизвестно. Но раз его не пускают, то он вправе, так сказать, на этой сцене присутствовать до конца. Я напоминаю и о своих правах, и о правах других. Ребята, это ваша сцена. Эти выборы, это не выборы лично Владимира Владимировича при своем уважении. Это ваши выборы. Если уж говорить о суверенитете, это ваш суверенитет. Давайте разбираться. Так что эта позиция у него сохранится до конца. И это важная, я думаю, часть этой кампании. Она делает эту кампанию интересной. Уже сейчас даже. То есть он, как и другие политики, жертвует людьми, которые выйдут его поддержать, заведомо жертвует ими ради своих интересов. Ну, я не думаю, что он бы призвал людей идти под пулемет. Ну, просидеть даже 15 суток в нашем СИЗО, это уже небольшое удовольствие. Быть осужденным, я не знаю, за какое-то там нападение на сотрудника правоохранительного органа, тоже радость небольшая. Судьбу Мохнаткина, который вообще, так сказать, ни на чей призыв не откликался, а просто себе шел по своим делам с Абоськой. И другого активиста Болотного, который вообще был в другом месте, его просто приняли за другого мужчину. Да, да. Ну, вы знаете, это тогда... Бесы любят шутить. Вы можете никуда не выходить, а потом попасть просто под раздачу, значит, так сказать... Вы положили сокольники Марина, может быть, лучше там несколько тысяч людей в сокольниках? Это сложный вопрос, потому что вот здесь, прямо вот в этой комнате, когда-то давно, уже еще с Борей Немцовым мы спорили, он очень не любил Болотную площадь. Еще не было тогда, значит, этих знаменитых митингов. Он всегда возмущался, он всегда протестовал против Болотной площади. Я говорю, это название возмутительно. Мы не хотим митинговать на Болотной площади. Поэтому неизвестно, что приемлемо, а что нет. Это вопрос тактики политика. Давайте о международной политике тогда поговорим. Я имею в виду приезд Марин Липен в Москву, ее выступление в Госдуме, встреча с президентом Путиным. Она зачем приезжала? Денег просить? Ну, это такая вот версия, о которой говорят все. Ну, вы знаете, вряд ли это любовь. Если вспомнить приглашение Усовутского, вот, она просто здраво оценила свои рейтинги, которые, в общем-то говоря, не растут. Ну, и раз рейтинги не растут, то надо хоть что-то. Ехать в Россию? Что-то. После этого ее больше полюбят во Франции? Нет, ну, пока они не упали до немонетизируемого уровня. А, нужно отбить хоть что-то. Да, надо, значит, надо обойти, надо заняться фандрайзингом. Наши слушатели спрашивают, зачем же Путину поддерживать заведомо проигрышного кандидата? Ну, он сегодня заведомо проигрышный, а завтра, может быть, будет и незаведомо. Теперь, понимаете, пример Трампа всегда присутствует, да, когда-то еще не так давно смеялись над его выдвижением. Поэтому у нее, я думаю, есть шансы. Рассудский приглашает, он же не может только баранками и чаем отделаться. Я думаю, она с чем-то уедет. А вот этот странный диалог между Путиным и Липен, пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы. Нет, мы не будем вмешиваться в ваши выборы. Как это оценить? И, тем не менее, я к вам приехала накануне ваших выборов. Я бежала за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Конечно, ей следовало бы, я думаю, окончить какие-то курсы актерского мастерства. Пока она неубедительна. Неубедительна, и я не вижу смысла, на самом деле, Путину с ней встречаться. Денег дать можно, а встречаться зачем? А зачем же он встречался? Вот это очень много ошибок делается, между прочим, в внешнеполитической сфере, потому что действует наугад, на всякий случай. А вдруг? Вот как бы и веревочка в хозяйстве пригодится, да? Потому что нет демаркации поля, что важно, что не важно. Вы знаете, не только в Москве потеряна ориентация, во многих европейских столицах и всюду. Действительно, мир поплыл, и неизвестно, где твой интерес. Все-таки интересно понять, для Франции... Вы смотрите, раньше, помните, когда приезжали такие мощные, мускулистые мулаты с автоматами, или только что снявшиеся в хаке, значит, и так далее. А тут француженка. Ну, расистка немножко. Ну, это чудесно, это волшебно. Я думаю, что это... Знаете, там есть какой-то дух аристократизма от ее папаши. Хорошо. Для России это ностальгия, да, и просто француженка. Во Франции ее визит в Россию. Как, может быть, воспринято? Да нет, да я думаю, никак. Это не Америка, где, так сказать, каждый, кто поговорил по сумке слегком, значит, может, значит, собирать вещи из кабинета. Во Франции им более-менее плевать. Там другие проблемы. Там проблемы внутренней монетизации. Там детей устраивают. Вообще, такой рынок труда. Смотрите, какой сложный рынок труда французских стран. Там уже уничтожили половину своих кандидатов. На всех компромат, все коррупционеры. Все уже под следствием. Ну, нельзя иметь столько нетрадоустроенных детей. Это особое мнение политолога Глеба Павловского. Мы вернемся в эту студию после небольшого перерыва. Это особое мнение политолога Глеба Павловского. Очень волнует нашу аудиторию. Судьба Марина Липен спрашивает, почему Путин не вручил Липен паспорт, как Депардье, и не приезжала ли Липен поинтересоваться на предмет того, чтобы в случае чего получить в России политическое убежище? Вот интересно. Никого не волнует судьба Никиты Беуэха, а судьба Липен волнует? Не пропадет она. Не пропадет. Во Франции прекрасная социальная помощь, пенсия. Там все в порядке. С ней ничего не будет. У нас тут губернаторы, чем ближе к выборам, тем все они как-то напряженнее трясутся. И с одной стороны обновление, с другой стороны борьба с коррупцией, и все по губернаторам. В общем, бомбардировка идет. Они даже от них пошли такие предложения по смягчению пенциарного режима, которые их раньше не интересовало вообще совершенно. Все знают. Я думаю, да. Где-то даже в последней деревне России знают кандидатов французских. Филлион, Липен. Я не вижу в этом ничего хорошего. Я считаю, что... Кстати, про Никиту Белых. Почему опять продлили ему арест заведомо больному человеку в тяжелом состоянии? Почему Улюкаева отпустили под домашний арест? Белых нет. В таких случаях обычно надо искать мотив. То есть есть чей-то мотив. Если есть сильный, злопамятный враг, мстительный враг, то он будет добиваться, он не забудет. Этот вопрос не перейдет на бюрократическое решение, на обычные бюрократические процедуры, где может быть, значит, режим бы смягчения. И кто же в данном случае сильный, злопамятный враг? Не знаю, кто это организовал. Кто организовал всю эту историю с Белых. Потому что здесь нет большой разницы в санкции. Санкция президента была и там, и там, и во всех случаях она есть. Так что здесь есть какой-то дополнительный фактор давления. Я не знаю, я плохо знаю его окружение и его проблемы. Вы знаете, ведь у нас главный арест. Вот во всей этой борьбе с коррупцией, если вы посмотрите, главное это вот фейерверк вокруг ареста. А потом люди куда-то пропадают. Где-то они сидят или не сидят. А потом уже никого не интересуют. Да, значит, все эти золотые ручки и так далее. Они могут дальше долго сидеть, а потом их могут тихо выпустить. Но с Белых просто плохая ситуация по здоровью. На самом деле, и, конечно, можно было бы смягчить. Но опять президентская кампания. Выборы. Как так? Как так? Вот взять и смягчить. А где доказательства борьбы с коррупцией? А тут Навальный. Понимаете? Поэтому нельзя же отдать тему Навальному. Не хотят отдать тему Навальному. Навального и не пускают на выборы, и тему ему полностью не отдают. Тема должна остаться за президентом. Но послушайте, если вы сказали в начале программы, что премьер-министра Медведева снимут, это же очевидная победа Навального. Это просто президентская программа, можно сказать, готовая. Нет, его снимут не под давлением Навального, его снимут сценарно. Потому что там вот где-то я себе даже живо представляю себе, как выглядят эти бумаги, значит, записано там. Вот. Например, на такой-то месяц. Но для людей это будет выглядеть так, что вот Навальный начал расследование. Фонд борьбы с коррупцией показал этот фильм. Медведева убрали. Навальный силен. Люди так не мыслят. Понимаете? Они не мыслят позицией. У Навального есть позиция. А людям нравится его искренность. А в фильме нравится, что он показывает, как они живут. Просто любопытно посмотреть, как эти ребята живут. Да, поглядеть. Но здесь нет фиксации, что это позиция, и я должен определиться, как я к ней отношусь, к этой позиции. Она моя или она не моя? Потому что отбита печенка выбора. Понимаете, уже сейчас никаких выборов нет. А уже по опросам 70% уже готовы выбирать. Идти выбирать. Еще год до выборов. А вот что такое сила сюжета. Сюжет выборов нет, а сюжет выборов уже есть. И, значит, в этом сюжете Навального нет. Он пытается. Он пытается стать героем. Одним из героев этого сюжета, даже если его не пустят. Непосредственно кандидатам. Но пока это не получилось еще. Пока это еще не получилось. Любопытный вопрос от нашего слушателя Виталия. Почему из наших губернаторов не получаются кандидаты в президенты? А ведь действительно в этом сценарии у нас кто там среди других претендентов? Лидеры все тех же партий? И больше никого? Ну, эти губернаторы трепещут даже привлечь какие-нибудь инвестиции европейской фирмы, чтобы чего-нибудь доброго не заподозрили. А тут... Это интересная картина массового губернатора, приходящего в администрацию президента и заявляющего, что он хочет выдвинуться кандидатам. Я боюсь, что он сразу попадет в рейтинг, знаете, рейтинг как-то губернаторов у нас есть, там неудачников, губернаторов. Аутсайдер. Сразу попадет вниз списка и сразу... И сразу выяснится, что он коррупционер. Да, а главное, что есть технократ, который готов его заменить, молодой, способный, значит, и так далее. Нет, реально, конечно, значительная часть среди губернаторов, я думаю, что есть, ну, десятка-полтора потенциальных президентских кандидатур. Но из них половина знают это, я думаю. Но они не решатся. Инстинкт самосохранения свидетелей. Не решатся, да. Сейчас это слишком несистемное поведение для них. Еще о сильных и мстительных врагах. Я имею в виду убийство Дениса Вороненкова. Наши слушатели спрашивают, кто убил Вороненкова, тот убил Литвиненко и других подобных. Это принятая практика, и народ это одобряет? Я совершенно не могу сказать, есть ли здесь какая-либо связь. Потому что действительно, к сожалению, это убийство бросает тень, несомненно, на Россию, на Москву. Потому что человек бежал отсюда, он бежал на Украину за защитой. Но Украина не в том состоянии, где можно говорить, что были предприняты все усилия для защиты. Поэтому непонятная история. Я не понимаю киллера, который идет только, по-моему, только что свидетельство о рождении не захватил с собой, свидетельство о браке. Все документы в порядке, рассовал по карманам, и идет фактически под пулей, он знает. Это ведь разновидность самоубийства, это, так сказать, шахид такой какой-то. Потому что на Украине очень умеют устранять, там, умельцы, там, вот этого известного очень политика, тоже правосточного Курченко, его убили во дворе тюрьмы за километр, стреляя, значит, снайпер. То есть, там никто... То есть, когда захотят, могут. Да, здесь что-то нечисто. Это здесь что-то нечисто. Вот этот человек из АТО, там, батальон АЗОВ, непонятно пока. Я бы хотел, конечно, две вещи, конечно, чтобы вдова находилась под какой-то защитой. Конечно, но я думаю, что она сама это понимает, что она действительно в угрожаемом состоянии, это не шутка. И расследование, нужно расследование. А как, по-вашему, скорее, это все-таки политическое убийство или это связано с экономическими делами в раннем? Совершенно очевидно, что это политическое убийство. Ну, какой там коммерческий конкурент полезет в ситуацию, когда там человек в самой гуще, значит, в пекле политических событий? Нет. Это чисто политическая вещь. Или все-таки мести за какие-то сорванные, там, я не знаю, невыполненные обещания, очень удобные. Ну, не знаю, не верю. А все скажут, что это политика. Не верю, не верю. Ну, трудно поверить. Может быть, все бывает, конечно. Все бывает. Сатана ведь тут у нас экзорцизм практикуется, непрерывно изгоняет бесов. Школьникам показывают, да. И лезут, и лезут, да. Да, школьникам показывают. Вообще-то говоря, экзорцизм так же, такая же неаппетитная процедура, как, так сказать, операция на прямой кишке. Значит, так сказать, показывать это детям, это какое-то безумие, значит, полное. Ну, у нас несколько потеряна вестибуляция. Так что, в каком-то смысле, Песков, смотрите, Песков говорит о том, что марш Навального незаконен. Но это вообще не его функция. Почему он об этом говорит? Потому что его спросили. Он заботливо предупреждает. Может быть, он говорит, потому что потом сказать... Я вас предупреждал. Если президент мог сказать, что его не спросили, как в случае Полтавченко-Рисаки, да. У нас же такая... У нас сейчас оттепель, имейте в виду, кстати, сейчас будут заморозки. А у нас все-таки оттепель была. Что потом была следующая волна. Да, небольшая, небольшая оттепель. Потом сейчас заморозки будут, а потом опять немножко небольшая какая-нибудь оттепель. Но деньги заберут в любом случае, да. И мы это видим и по налогам, по штрафам, и по всей этой операции с переселениями с пятиэтажек. Там открываются все более интересные вещи. Что, собственно, уплотнительное закон, уплотнительные застройки не действуют. То есть можно просто все уплотнить теперь, все это из зоны. Что ценность, стоимость квартир не играет никакой роли вообще. То есть вы будете получать квартиру, но совершенно не в соответствии с прежней стоимостью вашей. Метры? Метры, но не деньги. Это тоже такая замечательная... Да и спрашивать, собственно, у вас не будут, куда вам переселяться. Да, вот у нас и мэр уже сказал, что предложил... Я бы содрогнулся на месте с Садовичем. Садовичев предложил благоустроить МГУ. Я себе представляю МГУ обложенной плиткой до шпиля, значит, сказать, весь. И причем ее будут перекладывать каждый год. Ну, удобно, красиво. Кстати, раз уж про МГУ у вас... Вот понимаете ли вы, что творится в Храме науки, имея в виду ситуацию в Российской Академии наук, все идет к тому, что президент будет назначать главу Академии? И зачем это? К сожалению, так сказать, начали сами академики. Им нельзя было уступать. Да, мы же видели как-то несколько лет, как это происходило. Ну, как можно было допустить в корпорацию, значит, дополнить ее какими-то другими странными организациями и всех объявить академиками вместе взятыми, да, отделить. Все это... Они отступали и отступали. А теперь уже у них нет позиции. Понимаете, ну что, нет позиции. Отступать куда? Отступать в клинику, куда и лег президент Форд. Это было особое мнение политолога Глеба Павловского. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.